Пирожные овощи Намного вкуснее магазиново Ну что ж, приступаем к приготовлению Для начала испеку бисквитный корж Это будет основа для нашего пирожного Я взяла яйца, вбила их в миску К яйцам добавляю сахар И теперь все это нужно взбить миксером В пышную светлую массу Я буду взбивать в течении 3-5 минут Я все хорошенько взбила миксером У меня получилась пышная, воздушная, светлая масса Которая увеличилась в объеме в несколько раз Яичную массу пока оставляю Подготовлю сухие ингредиенты Муку нужно смешать с картофельным крахмалом и разрыхлителем Подготовленные сухие ингредиенты нужно просеять через сито Сухие ингредиенты порциями добавляю во взбитую массу И все аккуратненько перемешиваю лопаткой снизу вверх Бисквитное тесто готово Теперь я взяла противень, застелила его пергаментной бумагой Сам противень вот здесь вот внизу я смазала подсолнечным рафинированным маслом Таким образом я приклеила пергаментную бумагу к противню Мне так удобнее работать, но если вы хотите, можете этого не делать Бисквитное тесто выливаю на противень и все хорошенько разравниваю Бисквитное тесто равномерно распределила по противню Размеры противня у меня 30 на 40 сантиметров Теперь отправляю его выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов Буду выпекать приблизительно 10-15 минут Он очень быстро испечется Но вы лучше ориентируйтесь по бисквитному коржу Так как у каждого разные духовки и по-разному они выпекают Готовность коржа буду проверять с помощью деревянной палочки Когда я проткну корж и палочка будет сухой, значит он уже готов Бисквитный корж испекла, он у меня немножко остыл С него нужно снять пергаментную бумагу и разломать на среднее по размеру кусочки Бисквитные кусочки готовы Оставляю их в таком вот виде при комнатной температуре как минимум на 2 часа При этом накрывать их ничем не буду Нужно чтобы бисквит настоялся Но если вы хотите приготовить пирожное картошка Я бы вам посоветовала испечь бисквит вечером Сделать такие вот бисквитные кусочки И эти кусочки оставить в таком вот виде ничем не накрывая на ночь Тогда вот бисквитные кусочки хорошенько настоятся И уже на следующий день из них готовить пирожное картошка Бисквитные кусочки нужно превратить в крошку Я это буду делать с помощью крупной терки Бисквит для этого пирожного не должен быть сильно сухой Если он будет сухой, то соответственно и пирожное у вас получится сухим Бисквитная крошка готова Я ее пока отставляю А сейчас приготовлю крем Для этого к сливочному маслу Сливочное масло обязательно должно быть мягким Посмотрите вот какое оно у меня мягенькое К нему я добавляю сахарную пудру Добавляю ароматизатор У меня ром По классическому рецепту добавляется 1 столовая ложка коньяка Но я не хочу добавлять спиртной Так это пирожное будет у меня кушать ребенок Если вы хотите, то можете добавить 1 столовую ложку коньяка Или ароматизатор по вкусу ром или коньяк Теперь все это нужно взбить в течение 3-5 минут в пышную светлую массу Не прекращая взбивать Во взбитое сливочное масло Порциями буду добавлять сгущённое молоко И все взбивать в однородную пышную массу Крем готов Приблизительно 1 столовую ложку крема я отложу для украшения Я его сразу помещу в кондитерский одноразовый мешок Подготовленный крем высыпаю в бисквитную крошку И все перемешиваю Бисквитная масса готова Будем формировать пирожное Берем небольшое количество Приблизительно 1 столовую ложку сверху И теперь формируем картошечку Стараемся вот так вот плотненько все сделать Можно картошечку формировать круглой А можно продолговатой И таким вот образом я сформирую все заготовки для пирожного Заготовки для пирожных сформировала Одну картошечку я решила сделать круглой А сейчас нужно взять какао-порошок и смешать с сахарной пудрой В этой массе нужно обвалять каждую нашу будущую картошечку Пирожные обваляла в полученной массе Теперь эту процедуру мы сделаем еще один раз Все пироженки обваляла в посыпке Теперь кремом, который я отложила Я нарисую на картошечках такие вот небольшие росточки Крем я поместила в одноразовый кондитерский мешок И сделала небольшой надрезик Отправляю пирожные в холодильник на 1 час Для того, чтобы пирожные застыли и бисквит пропитался кремом Пирожные и картошка готовы Из указанных ингредиентов у меня получилось 10 штучек Количество зависит от того, какие по размеру вы будете формировать пироженки Посмотрите, какое получилось чудненькое, симпатичненькое и очень вкусное пироженка Сейчас разрежу и покажу, какое оно получилось в разрезе Посмотрите, какая получилась красота Чем вам не настоящая картошечка И очень вкусно А я надеюсь, вам понравился этот рецепт И вы его приготовите А с вами была Наташа Пархоменко Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь Приятного чайпития и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok